Воссоединение фермера и лошадей. В Шиннике прошла очередная спартакиада. Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР в студии Александр Комаров. Здравствуйте. Настоящая лошадиная драма развернулась в селе. В простях жеребец сбежал от фермера со своей семьей, пятью невестами и жеребенком. Он сломал ограду в стойле и выбежал на волю. Около двух дней стадо бегало по полям простинского сельского поселения. Хозяин сбился с ног в поисках домашних животных. Сегодня днем лошадей заметила наша съемочная группа. Историю воссоединения хозяина и свободолюбивых животных смотрите сегодня в 18 часов 30 минут на НТР. В Нижнекамске за прошедший год произошло 143 пожара. Погибли 5 человек, получили травмы различной степени тяжести 16 человек. А не так давно несчастный случай произошел в Тетюшском районе, в деревне Нормонка. Там на пожаре погибли 3 ребенка. Огнеборцы просят горожан быть бдительнее. Три мальчика 10-го года рождения, 11-го года рождения и 19-го года рождения. Мать уехала у них в город, в Тетюши, по своим делам, то есть там на учебу. Оставила с ними брата 90-го года рождения под присмотром брата. Но в 12 часов брат собрался, тоже уехал, оставил детей без присмотра. Обычно, когда дети остаются одни, начинают играться со спичками, зажигалками. И здесь же тоже такой же случай. То есть детская шалость, огнем. И мы не успели, наши подразделения не успели спасти этих детей. До приезда пожарных они уже погибли. В рамках декады инвалидов сегодня в спорткомплексе «Шинник» прошла очередная спартакиада среди инвалидов нашего города. Не приняло участие более 30 человек разных возрастов. В этот раз состязания проводились по четырем видам спорта. Таким как настольный теннис, шахматы и шашки, бег и прыжки в длину. Каждый мог попробовать свои силы сразу в нескольких видах спорта. Организовал на мероприятии общество инвалидов совместно с Управлением по делам молодежи и спорту. Буквально несколько минут назад нижнекамские выпускники закончили писать экзаменационное итоговое сочинение. Его итоги напрямую будут влиять на допуск к экзаменам, которые состоятся в конце учебного года. Сочинение оценят по пяти критериям. Соответствие теме, аргументация и привлечение литературного материала, композиция, качество письменной речи и грамотность. Пасмурную и снежную погоду обещают завтра синоптики. Температура воздуха минус 4 градуса, ветер западный 5 метров в секунду. Ну а как сейчас можно добраться до простей и кто прошел следующий этап проекта? Лицо канала. Эти и другие новости уже в 17.00. Еще больше информации на сайте ntrtv.ru. Связаться с нами по телефону можно по номеру 077. До встречи.